Приветствую всех, дорогие друзья! Некоторое время я не сумел захватить записью. Я сумел пустить еще один новый маршрут в этом направлении. Вот поезд номер 7, который существует первый год. Поезд оказался мега прибыльным. Он принес нам целых минус 220 тысяч. Уже минус 35. Но, тем не менее, я уверен, что этот поезд позволит потихоньку выбраться из экономической депрессии. И даже я смогу сформировать еще новые маршруты. Пока что буду заниматься отдачей долгов. Хотя бы до 8 миллионов нужно довести баланс. И постараться направить возможности нашего кредитования в более прибыльное русло. Так, вот здесь у меня есть товарный маршрут. Можно было бы направить сюда мощный поезд. Так, товаров у меня здесь более чем достаточно 68. Ну, если очень-очень-очень захотеть, то можно, в принципе, и купить новый поезд. И в два раза больше поставлять товаров. Со скоростью, скажем, не 40 километров, а уже 90. Это будет достаточно хороший результат. Так, что касается моих новых трамваев. То трамвай обладает большей емкостью для перевоза пассажиров. И полностью практически заняты. Вот, каждый год они прибавляют не по... Ну, условно скажем, где-то в размере 20-25 тысяч. Может быть, даже и более. И насколько Вардиевка у нас объята транспортными сетями на 88%. Хорошо. Что касается, в общем, наших доходов, то доходы от транспорта значительно возросли. Они были в районе 1 миллиона 700, 1 миллиона 600 тысяч. Уже это 2 миллиона 140 тысяч. Что касается поездов, то тоже доход здесь постоянно возрастает. Так, прекрасно. Вот товарняк прибывает по адресу. Сейчас буду менять этот поезд на более современный. Так, сколько этому? 24 года. Ну, можно было бы и повременить, но я хочу иметь хороший поезд, поэтому... Не буду жадничать и все-таки построим более современную модель. Да, поезда современные больше требуют денег. Больше расходов, больше всего, но, тем не менее, они нам дают новые возможности. Это скорость, а также объем перевозки, который значительно возрастает. Ну-ну-ну, где новый поезд? Так, сейчас капнет небольшая... Ну, ладно. Пусть даже я в кредит залезу немножко. Так, покупаем поезд. Опять-таки, современный поезд за 680 тысяч просто находка для нас. А то, что он 40 лет еще может проездить, вообще неоценимая помощь. Так, товары 8. Хорошо. Сколько 8-то нам нужно? Минимум 5. Ну, пусть будет 6 вагонов. Так, лишнее возвращаем. Ну, что ж, посмотрим, что этот поезд будет приносить. В любом случае, его скорость оставляет большие надежды на этот маршрут. Ну, вот, долгие десятилетия кризиса сменились плановым подъемом. Многие из поездов очень-очень радуют меня. Так, сколько лет? 15 лет поездам некоторым. Ну, да, нужно собирать деньги. Поскольку замена поездов дело не самая дешевая. Товарничок наш разгоняется и... Будет на полную мощность загружен. Пусть даже хотя бы 300 тысяч будет мне приносить в год. И то будет приятно. Так, полностью сейчас он будет загружен. Да. Вроде бы и 80 километров, но какая-то слишком вялая скорость у поезда получается. Так, что касательно прибыли. Так, большую сумму я сумел отдать. 438 за один раз. Да. Эти вложения стоили того. Главное, чтобы теперь товар в достатке производилось. Так, кусочек пути остался. Да, действительно классно. Мatraisch-ка выйд anche и так. Убmittel-поп. Да. Этари está две. Эта шумяру. Эта видишь. Трага. Да. Трагу. 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 Я бы не стал сейчас заниматься прокладкой новых маршрутов, но хотел бы заменить всю транспортную сеть, приведя ее на следующий уровень. Итак, наш поезд, который может 102 пассажира перевозит, перевозит 56. Да, и мега прибыльные маршруты, мега трамваи наши зарабатывают с этого свою копеечку. Так, есть. Превосходно. До 8 миллионов я сокращаю свои долги. 7 миллионов 900, давно такого не было. Так, какой-то из поездов требует замены. 29 лет. Да, скоро придется заменять поезда. Я думаю, можно будет списать два поезда и пустить на их место один, но очень-очень мощный. Так, финансово. Неплохо. Да, на место этих двух поездов я, наверное, один пущу сейчас. По финансам это будет то же самое, и по пассажиропотоку, я надеюсь, тоже будет хороший результат. Так. Приходит пара автомобилей. 1924 год. 20-30-е годы. Рассвет автопрома как американского, так и немецкого. Вот сейчас я буду заниматься сменой поездов. Так, первый поезд пойдет в депо, и следующий за ним пойдет еще. Практически везде, незаметно для нас, но видно, что у нас хорошая прибыль у компаний. Все-таки трамваи перестроились на более-менее современный лад. Так, приходит поезд, и в депо его направляю. Так, замечательно. Продаем. Опять-таки я пущу большой поезд на 100 с небольшим пассажиров. Пусть курсирует, пусть приносит нам необходимые доходы. Так, до 7 миллионов я сокращаю долги. Да, с такими темпами потихоньку мы выберемся из этой ямы. Долгие надежды, которые этому сопутствовали, приведут нас к успеху. Так, превосходно. И сейчас сразу же будет Пучин самый современный из поездов, самый мощный, самый быстрый, самый продуктивный. Так, замечательно. Пусть немного денег добавится, поменьше бы кредитов брать. Ладно, здесь еще вопрос времени играет важную роль. Полтора миллиона на один поезд. Круто. Так, возьмем, наверное, самый живучий из поездов. Хотя была, не была. Давайте еще один вагон пущу. Это первый наш маршрут. Возможно, он будет загружен на полную мощность. Нет. Так, линьо. Так, поезд 119 пассажиров может за раз перевезти. Ух ты, ё-моё. Какой же прибыли будет этот маршрут? Блин, не туда я его поставил. Давайте его в депо. Ну что ж, сейчас поезд должен себя проявить. И он набирает 91 пассажиров. Прекрасно. Так, дополнительные колеи пока что и не буду сносить. Может быть, они еще и пригодятся. Так, что касается трамвайных линий. Действительно, больше они стали приносить. Я думаю, 2,5 миллиона реально собирать с этих линий. 1925 год на дворе. Так. Но одно могу сказать, что старой скорости нас уже не устраивают. Так, 500 за один раз. Так, аналогичные процедуры, я думаю, стоит проделать с прочими линиями. Там, где у нас есть два маршрута, надо бы посократить до одного. Так, а что вот этот поезд? Да идеально просто. Хорошая прибыль. За последний год 784 тысячи. Предыдущий, правда, 84. Но главное, что это прибыльные маршруты. А, кстати. Что касается товарняка нашего, хотелось бы посмотреть статистику. Прибыль есть. Дорогу строить дороговато, блин, стоить. Ладно, пока наши поезда летают, можно возвратить лишние долги. Да, одна из этих линий мне, по сути, уже не нужна. Буду ее ликвидировать потихоньку. Может быть, в будущем она и пригодится. Ладно, пока не буду трогать. Так, что у нас чемпион? 9 пассажиров из 119. Нифига себе. Так, что-то меня разочаровывает. Этот маршрут. У меня были очень большие надежды. Так, 7,5 миллионов долгов. Это хорошо. 2,5 миллиона мы можем занять в любой момент. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот у меня есть текущий поезд. Буду я его заменять. Сколько у меня тут лет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 29 лет. Да, пора уже менять. Пусть деньги собираются. Как раз потребуется нам более быстрый поезд. С большими возможностями по перевозкам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, здесь у нас город продолжает процветать. Население уже 686 человек. Но хотелось бы тысячу увидеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, 1926 год. Далеко мы забрались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 76 лет прошло с момента создания наших маршрутов. Так, что этот маршрут? 64,70. Прикольно. Так, и детали. 18 лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, ветеран наших поездов. Столько лет откатал по дорогам. За прошлый год принес уже малые деньги. Надо бы это все как-то дело ускорить. Средняя скорость у нас должна быть как минимум 90 км в час у поезда. Так, а что здесь у нас трамваи? Да, не хватает они полностью развития того города. Ну ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, на балансе у нас, как видите, к тысяче приближается доход. Даже при убытках, при расходах у нас будет хорошее положение. Да, для обеспечения роста городов следует все-таки заниматься товарами. В больших масштабах, чем мы это делаем сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поезд идет в последний салмаршрут. Есть, конечно, поезда, которые требуют замены. Этого же периода, которые по 40 км в час ездят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, теперь модернизация носит более приятные окраски. У нас есть стабильность. Возможно, эти даже трамваи наши новые сумели обеспечить нам эту прибыль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, заходи, ветеран наш. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ветеранный перевозок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, небольшую сумму я уже беру под займ. Так, купить поезд. Покупаем наш 90-километровый маршрут. И тут будет у нас 5 вагонов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, как видите, желание наше быстро осуществилось. До 7 миллионов 100 тысяч налог был... Наши долги были быстро уменьшены. Так, здесь у нас 70 пассажиров из 85 перемещается. Так, возвращаю. И даже до 6,5 миллионов. Вот так вот. Со временем, конечно, полностью планирую избавиться от долгов. Они нам более не понадобятся. Так, в Турийске есть развитие 425. В Озерске у меня 342. В Ордиевке 678. Так, где еще какое население у нас? Так, в обе. Да, в некоторых городах желательно бы иметь хотя бы уже 2 внутренних маршрута, поскольку их число потихоньку разрастается. Так, здесь у нас 301. Житель. Ладно, хорошо. У нас здесь 2 поезда курсируют так же. Будем избавляться от них. В общем, нужно превратить 4 поезда в 2. В общем, нужно превратить 4 поезда в 2. Парочка поездов сейчас будет продана. И я надеюсь увидеть более приемлемый маршрут. Не вовремя деньги были списаны. Так, ну есть у нас 800. Докуплю немножечко кредитов. Так, покупаем поезд. Что это за новый у нас поезд? 100 км в час. Содержание 600 монет. Долгожитель. 244, 953. Ну, в принципе, по содержанию он не дешевый. Ну, зато 100 км. Ладно, пусть будет. Или нет? Нет, пусть лучше прежний будет. Он дешевле в эксплуатации получится. Так, прекрасно. И еще одно маленькое, но кардинальное преобразование. Нужно будет здесь 2 поезда также преобразовать в один и очень мощный. Да. Доход от наших трамваев все-таки возрастает. Из раза в раз. Единственное, чего не хватает, так это большого количества жителей городов. Которые будут обеспечивать нас необходимыми пассажирами. Так, здесь поезд не всегда рентабельный. Ну, что ж, я думаю, последнюю операцию проведем. Заменим 2 поезда на 1. Ух ты, миллион у нас есть. Так, превосходно. Да, удивительно, как все хорошо может складываться. Ну, я думаю, за счет внутренних ресурсов городов мы сможем до 3 миллионов довести прибыль. Это было бы очень хорошо. Но для этого нужно взрастить города и вкладывать деньги в перевозку товаров. Так, что у нас товарняк сама купается? Да не всегда маловат иногда товаров производится. Да, ну вот этих денег мне хватит. Даже без кредита купить новый поезд сейчас. Тем более, что у нас будет прибыль с этого маршрута. Сколько поезда лет? 25. Молодой поезд еще. 2 миллиона у нас на руках есть. Да я таких денег от начала игры не видел. Да, вот приятно иметь всегда позитивный баланс. Можно планировать, можно рассчитывать на что-то. Так, стоять. Теперь мы в Допу уезжаем. Главное, чтобы трамвай быстрее поезда не начал ездить. Наши поезда не переживут этого. Так, купить поезд. Что у нас тут? Ну все по классике. Так, какая у нас тут линия? Что ж, хорошо. Я могу вернуть немножко долгов. До 6. Даже 5 с небольшим миллионов я их уменьшаю. Ну что ж, подводя итоги этой серии, я могу сказать, что мы достигли больших успехов. Наши, ну, по текущим меркам высокоскоростные транспортные, железнодорожные маршруты оправдали себя полностью. Также трамваи в два раза повысили доход от внутригородского движения пассажиров. И мы можем смело смотреть в дальнейшее наше светлое будущее. А с вами был Ромулус. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали. До скорого!